Всем привет! Сегодня обзор Borg C800 и наконец-то один наш подписчик его ждал с особо нетерпением, потому что он выиграл и ему надо его отправить. Итак, так как машина не продается новой и вообще в целом у нас очень долгие ролики про бушную технику, надо как-то ускориться. Давайте попробуем данный ролик провести в таком режиме. Коротко, когда покупали новый, это была плохая покупка, это была очень плохая покупка, потому что стоила она от 25, это на закате продаж, до 50 тысяч на пике продаж и кофеварка однозначно таких денег не стоит. Перед вами обычная, хоть и очень хорошая по-настоящему, домашняя рожковая кофеварка, то есть здесь нет ничего от профессионального по профессионального. Это сборка китайская в, так сказать, в девичестве, да это бревиль, сейчас информацию по этому бревилю вы полностью увидите, да, что это за модель и так далее. И, соответственно, Borg как всегда у нас продавала ее гораздо дороже, чем она должна быть. Однако сейчас это один из лучших вариантов на БУ рынке, который бывает по более-менее адекватной цене от 5 до 6-7 тысяч. То есть это тот вариант, когда вы рассматриваете уже вроде как в цену, условно говоря, какой-то новой долонки, но при этом вы хотите что-то поинтереснее, чтобы что-то выглядело что-то покруче, чтобы как-то поинтереснее готовило и так далее. Сразу говорю, так это еще и рубрика барахолка, данную кофеварку я купил за, по-моему, за 2 тысячи в итоге. Здесь есть свой маленький косяк, о котором тоже надо будет сказать. Давайте теперь по поводу нормальной цены, то есть 5-7-8 тысяч на БУ рынке, если с ней все идеально. Если не идеально, соответствует понижение цены. Ее особенности. Первое. Внутри стальной бойлер. Так он заявлен. И когда я действительно чувствовал лимонкой даже на разогретой лимонке, никаких у нас последствий не было, что соответствует свидетельство о том, что бойлер действительно стальной. Рожок всегда вызывает у меня вопросы, потому что я не химик, а специально портить нормальный выглядящий рожок напильником неохота. Но по массе своей он стальной, то есть у него основная тяжесть именно вот в этой части, они как обычно ручку утяжеляют тихоря. Он стальной на вид, и я буду утверждать, что он стальной, если ошибаюсь, извините, но я почти 100% уверен, что это сталь. Он редко, вы увидите его каким-то облупленным, убитым обычно, ну я его никогда не видел прям совсем загаженным и убитым, как с луминными рожками. В отличие от отборка C700, это вовсе не слабое место. И вот эта пластиковая вставка снимается, чтобы можно было потом нормально его помыть со всех сторон. Это круто. То есть рожок одобряют, более того, это рожок гораздо лучшего качества, чем стоит на всех, там, Делонгина, Томсамборг, C700, Шпаларис и так далее. Вообще вопрос, то есть это ясно думаю, что это лучше, чем все остальное. Далее, в комплекте у вас идут стандартные улучшайзеры сетки с двойным дном, размер 50-51, который называется, то есть когда будете искать на Али, скорее всего, вы будете находить 51 размер. Они идут с двойным дном на две, на одну чашку, а также для чалдов. Тут немножко испорченные, поэтому вам будет картинка показана, да, вблизи с этими улучшайзерами. Вполне стандартной тематикой, огромный плюс, то, что так как диаметр не является каким-то необычным, к ним легко купить другие сетки улучшайзеры. Вот я, например, на замену для приз для чалка купил разборное двойное дно, то есть которое вот здесь вот разбирается. Личный опыт показывает, что они не мешают приготовлению, эти резинки, и не дают никакого привкуса и запаха, по крайней мере, в течение первого года. Я сам долгое время пользовался одной вот такой сеткой с разборным, и этот резина-силикон, он никакого запаха не давал, и таблетке не мешал формированию. Также сюда действительно уже можно покупать сетку без улучшайзера, продается на Али, ссылку я оставлю внизу, потому что очень часто спрашивают. И, в принципе, помпа вполне может выдавать очень-очень приемлемый кофе, уже напоминающий эспрессо, сетка без улучшайзера. Правда, тут есть один момент, что изначально покупать с такой целью я не вижу смысла, потому что, понятное дело, что для этого нужна дорогая кофемолка, и кофеварка все-таки это не профессиональный вариант. Однако, если же у вас, наоборот, у вас есть такая кофеварка, либо вы ее купили, а потом решили ее апгрейдить, тогда можно рассмотреть покупку корзины без улучшайзера и приготовление что-то напоминающее уже такой профессиональный эспрессо. До лилита не дотянет, но лучше готовить вполне может. Далее, вторые крутые возможности данного парка, как обычно, вот эту вся ерунду мы снимаем, и под этим великолепный стиммер. Это реально стиммер с маленьким отверстием. Ссылочку внизу и в подсказках, как сбивать на них молоко сейчас будет у вас. Я был очень рад, когда впервые начал работать наборки C800, после всех этих домашних рожков, у которых просто, ну, зачастую отвратительные насадки. То есть, ну, далеко ходить не надо. Делонги 31-20, ну, то есть, самая популярная и хорошая кофеварка, действительно хорошая. Вот у них есть проблемы с Панарелло. Здесь таких проблем нет. Здесь нормальный стиммер, который еще и шариковый. Это вот как раз такой закос, сборка под профессиональную тематику. Далее. У нас здесь большой контейнер. Он вынимается спереди. Но еще надо отметить, что он не только спереди вынимается, а еще сзади. У нас есть вот такая часть, которую мы можем нажать на эту кнопку. У нас открывается отсек, куда можно доливать воды напрямую в бойлер, не вытаскивать. Это, например, во время приготовления, когда вы понимаете, что вам воды не хватит. Или просто, если вам так удобнее, к примеру, да. Поддон большой. Сверху. Вообще, если честно, вот главная достоинство данной кофеварки, помимо того, что она реально, в принципе, хорошая, это ее внешний вид. И это надо отмечать. Он действительно сделан довольно-таки добротно. Дальше. Какие еще фишки в ней есть? Одна из главных фишек – это автосброс давления. То есть, когда вы взбили молоко, у вас автоматически происходит сброс давления воды в поддон. И как бы вам не надо ждать, не надо сливать воду. И вы можете, в принципе, после этого готовить кофе сразу. Есть один момент, который касается, какая там будет температура. Будет ли он пережигать кофе или нет. Ну, в принципе, если подождете 10-15 секунд, вот по моему личному опыту после сброса давления, у меня не было проблем с тем, что пересжигался эспрессо. То есть, здесь таких проблем не было. Далее. По поводу предсмачивания. Здесь реализована функция предсмачивания, которая в виде трех таких своеобразных включений, помпы и выключений. И в интернете ходят своеобразные мифы, слухи, отзывы, что часто дохнет здесь помпа. Я вам скажу так. Я не работал в сервисе Барка. И когда таскали в сервис Барки, ее я встречал очень редко. А также на нее практически нет жалоб, что она готовит холодный кофе. В отличие от Барка С700. Но я на Бу-рынке за последний год уже для подарков, для призов и для себя лично купил более семи из разных мест кофеварок. И ни в одной не было проблем с помпой. Я понимаю, откуда родился вот этот, ну, такой, такой своеобразный миф, что помпа может дохнуть. Это вполне логично. То есть улика действительно, стандартная улика, она не рассчитана на подобное включение. Но они выдерживают. Вот всем, кто так думает, когда ты покупаешь на Бу-рынке моше, кофеварке, которых больше там 5-4 лет, помпа будет дохлая практически всегда, если она реально может сдохнуть. Но здесь это не так. Поэтому вопрос такой. Стоит ли верить данной информации? Вы можете принять ее к сведению. Но если у вас помпа живая, то с ней дальше ничего не будет. И дальше она просто, скорее всего, умрет сама по себе, как и любая помпа. Но не за этих трех выстрелов, а просто за того, что, ну, сейчас у нас помпы живут среди по 5-6 лет. По 10-15 они уже живут редко. И, в принципе, с кофеварками, рожками обычно они живут дольше в плане того, что у них нагрузок меньше. Теперь же, что касательно, действительно, какие могут быть у нее проблемы. У данной кофеварки есть интересная проблема, что не включается кнопка. Вот эта, она не работает. Именно кнопка. То есть, когда вы включаете машину, изначально у вас всегда включенный пар. Поэтому здесь абсолютно спокойно можно спенивать ее, и она поедет на приз. Ну, логично, почему была такая скидка, да, большая за 2 тысячи, почему мы ее купили. Но если вы нажали подачу горячей воды, и у вас, соответственно, отсюда будет идти не пар, а вода, это мы уже плавно переходим к управлению, то, как бы, назад не переключить, только перезагрузить кофеварку. Ну, вот сгорела кнопка. Это тоже бывает редко. Я впервые с таким сталкиваюсь и об этом не слышал. Ну, как бы, вот, есть такая. Но это действительно редко. То есть, это, скорее всего, там человек залил ее, или что-то там произошло. А вот то, что действительно часто, просто я должен был сказать, да, скажите, почему у нас такая цена была. А вот что действительно бывает часто, это прокладки. На данный момент вы видите более-менее адекватную по внешнему виду прокладку. Я ее все равно поменял на суде, так как я дарю человеку, хорошему человеку, хорошему подписчику. Он выиграл приз, это за третье место было, поэтому хотел все-таки сделать хорошую прокладку. Но часто вот на них как раз вот эти прокладки силиконовые, вот, можно уже истрепанными, уже практически все. То есть, когда у вас начинает литься вокруг кружка, это прокладка. Моя рекомендация ее поменять практически сразу. Потому что вы все равно сетку будете снимать, которая находится на группе, чтобы ее почистить. И если у вас прокладка уже истлевшая, она все равно, ну, может развалиться уже при разборе сетки. Поэтому желательно все-таки ее сразу поменять. Она на ExpertCM для меня стоила 210 рублей. Я сейчас не знаю, может, что она чуть изменила. Ссылочка на эту прокладку также будет. И, кстати, сразу оставлю ссылки вот на эти тоже корзины с улучайзером, если захотите заменить. То есть, купить не проблема. Если у вас здесь дешево продается кофеварка с одной какой-нибудь корзиной, купить корзину вторую для нее реально не проблема. То есть, ссылочки все будут внизу. Коротко мое мнение о ней. Я ее рекомендую к покупке на БУ-рынке. Что бы там ни писали про ее помпу, про то, что бы мою нелюбую к барку. Данная кофеварка выглядит круто. Готовит хорошо и не ломается часто. Если вы купите хорошую кофеварку, она и будет хорошо работать дальше. Нету проблем с холодным, горячим кофе, как припадами. Авто-сброс давления, что позволяет нормально готовить капучино и незнающему человеку без всякого вручного сброса. И это как бы очень большие плюсы. И в целом моя эксплуатация даже лично была довольно положительная. И если у вас вы купили такую кофеварку и потом задумались над тем, чтобы купить, ну как-то ее апгрейдить, готовить еще более интересный кофе. Действительно, здесь смысл запариться и купить хорошую кофемолку к ней и купить просто сетку без улучшайзера. На долгое время какое-то она будет вас устраивать. Здесь насчет теперь группы, есть один вопрос, из чего она сделана. А судя по весу, она все-таки сделана не из стали. Судя по всему, она сделана все-таки из силумина. Это есть, конечно, такой своеобразный минус. Но в целом стальной бойлер, стальной рожок более-менее относительно будут держать какую-никакую температуру. Относительно нормальная термостабильность. А если уж мы говорим про вообще идеальный эспрессо, то мы в любом случае не то, что Борг. Мы никакую тогда модель, ни Делонги, ничего с сеткой без улучшайзера рассматривать с вами не должны. Мы тогда сразу должны рассматривать, что это уровень Лилит, если уж совсем барный кофе. Но поднять уровень за счет хорошей кофемолки и корзины без улучшайзера, уровень кофе вполне реально. В принципе, на этом, наверное, все. Не вижу смысла больше продолжать. Если у вас остались какие-то вопросы, если я в этом попытавшись сделать более короткий ролик, чем обычно, что-то упустил. Обязательно пишите. То есть я отвечу на все ваши вопросы. У кого есть дома, комментируйте. Может, у кого-то есть прям совсем негативный с ними опыт. Но у меня в целом опыт именно с 800 серии очень хороший. То есть вся претензия только была к изначальной цене. Но как и ко всем товарам Борга в принципе. На сегодня я с вами прощаюсь. Пейте вкусный кофе. Покупайте хорошие кофемашины.